Всем привет ребят, с вами Виге. Я думаю вы видели кучу видосов на тему того, какой был Вов, 2001, 2, Альфа, там 5, потом Дреноры, потом ЛК, БК и ну и вы бы меня поняли, да? То есть таких видосов в интернете много, аля какая тогда была графика, а сейчас как у нас всё поменялось и всё в этом духе. А что нас ждёт дальше? 2018, 2019, 2020, будут ли Blizzard графику улучшать, менять движок? Сегодня об этом мы с вами поговорим, ведь если у нас есть сейчас вот это, оно может стать вот таким. Заинтриговал? Оставайтесь на связи, продолжим после небольшой рекламы. А ты смотрел покемона? Тогда играй в Айдл Покемон. Попробуй все режимы сражений. Сражайся с дикими монстрами. И поймай всех покемонов. Ссылка на игру в описании к видео. Итак, на дворе сейчас 2018 год. Если вы смотрите уже в 2019 или возможно в 2020, плюсуйте. Привет вам из прошлого, как говорится. Недавно вышел патч 8.1, наконец-таки была добавлена многоядерность на DirectX 12. Если вы не знаете, что это, почитайте в Википедии, это надолго. В общем, играть стало приятно. ФПС добавили и битва зазрот, наконец-таки стала битвой зазрот, когда рейд на рейд, а ФПС у тебя, ну, слава богу, ниже 30 не падает. По крайней мере, вчера у меня на стриме именно так и было. Но, как говорится, без косяков. Тут недавно прикол один, ребятки, мы нашли. Оказывается, Волокрафт с недавнего времени начал лишние ресурсы с вашего компьютера кушать. Такое чувство, как будто он на нем биткоины майнит. Мой вам совет, если у вас монитор 60 Гц, ставьте значение 60 настройках по ограничению. Если 120, 120, 140 и так далее. Мне это, если честно, помогло. На стриме картинка стала намного приятнее и плавнее. А что дальше? Какими еще интересными нововведениями нас порадует метелица? Возможно, это будет новый движок? Ааа, подожди-ка. А ведь про новый движок WoW я еще помню 2014 год и свою молодость замечательную. А именно, Ремесло Блудниц. Сейчас покажу. Ремесло Блудниц. Детище Аурир 3D Works. Данная игра была построена на движке Unreal Engine 3 и в дальнейшем планируется перейти на 4. Для тех, кто не понял, это эротическая порно-игра, являющаяся, по сути, пародием на вселенную WoW. Но, как ни странно, для меня кибер-катлеты больше всего в ней запомнилась именно графика. Знаете, на тот момент, 2013 год, я очень сильно мечтал о том, чтобы наш Warcraft когда-нибудь стал таким же красивым и сочным. А если вам интересно, что я в ней забыл, я тебе, уважаемый, гайд по ней могу запилить. Куда что вставляется и где что находится. Смотри только старая, там много вирусов. Не накачай, когда эту игру будешь скачивать. Идем дальше. Skyrim. Казалось бы, Аксилу и Городу это Skyrim много раз переиздаваемый на всяческие платформы. Уж явно скоро он и на мобилке у тебя появится. Ну да ладно. Но данная игра хороша не только сюжетом и открытым миром, но еще тем, что она тепло относится к мододелам. Большие сиськи мы сейчас тут делать не будем, а вот в Warcraft в Skyrim поиграть. А почему бы и нет? Мододел под ником Flat1 воссоздал мир Warcraft в Skyrim, естественно. Смотрится, если честно, хоть и графоне 2011 года, мое почтение. Я бы даже в Skyrim с таким моду погонял. Ну, дабы он его еще делает, да скачать его нельзя. Если честно, с такой графикой на Black Desert Online похоже. Непривычно, но смотрится. Почему бы и нет? Идем дальше. WoW Legion. Дата выхода 30 августа 2016 года. Если вы, ребятки, еще на пиратке играете, перед вами, ребята, Сурамар. Это такой город эльфийский, очень интересный и красивый. В свое время мы тут делали очень, очень много квестов. И там можно было реально заблудиться. Но есть и минус тут один. Очень старый движок в нашей игре. Если вы включаете ультра, хочешь ты или не хочешь. Топовое у тебя железо, не топовое. У тебя 25 фпс. Да. Но, как говорится, и тут можно сделать покрасивее. Сейчас покажу. Один парень с сайта Reddit опубликовал очень интересные и достойные работы в 3D. Вы только посмотрите, он воссоздал вручную два города. Один Сурамар и базу Альянса. Видео, хоть и получились очень короткие, но достойные. Ну, вы должны понимать, такую красоту за день не сделать. Это очень долго. Особенно представьте, сколько все это рендерилось, создавалось на компьютере и все в этом духе. Да, я бы в это погонял. Да, вот в реальном времени не получится в это погонять. У нас тут видеокарты только-только лучи трассивающие научились в реальном времени показывать. И цена, конечно же, у них, ребята, как автомобиль. Не каждый может себе позволить. Как вы знаете, Warcraft наш многопользовательский. А это значит то, что задача у разработчика, чтобы ты в неё мог играть не только на супермашине, но и на офисном ноутбуке, пока не видит начальник. Но с другой стороны, время не стоит на месте, и даже офисные ноутбуки со временем обновляются и становятся более мощные. Да и картинка в игре, в нашей, если честно, хороша. Вот только фпс в ней мало. Так это что получается? Нам движок надо менять? А если мы движок поменяем, у нас что, Warcraft 2 будет называться? Хмм, давайте посмотрим на нашего соседа. Танки. Перед вами танки начальных, как говорится, годов ранних разработок. Да, в то время это, конечно, смотрелось хорошо, но посмотрите, какие они сейчас стали. Новый движок, физика, озвучка, графика. И что, после этого многие перестали в это играть из-за того, что у них комп не тянет? Нет. Тут хорошая оптимизация. Они после этого назвали Танки 2? Нет. Это всё тот же, World of Tanks, просто патч новый. Да, движок новый создавать, как говорится, денег стоит. И заново всё настраивать, все эти скрипты, сцены, боёвки. Ну что, многобиллионная компания Blizzard не может себе это позволить? О, ещё как может. Почему же всё-таки много игроков перестало играть в этот WoW? Из-за плохой графики? Нет. Я вижу, как художники Blizzard всеми силами рисуют максимально действительно достойное качество графики. На старом-то движке. Сами попробуйте. А сейчас будет крик души о помощи. Ребята, вы все прекрасно понимаете. Просто наша игра, ребята, выходит часто пустой, скучной и... Палец из пальца уже в истории высасывают. Заново рисуют боссов, Легион, Элитан. Скоро Артаса риснут? Я не удивлюсь. Игра стала просто скучной. Она не затягивает. Если раньше тебе хотелось тут что-то делать, постоянно в неё задротить, то сейчас ты зашёл, и за один день, в принципе, ты сделал в ней всё, что нужно было за неделю. Из-за этого и онлайн падает, да и игра уже стала, если честно, хоть и носит жанр ММО, но такое чувство, как будто это какая-то сессионка. И подведём печальный конец. Мы все хотим хорошей модной графики, но, скорее всего, ребята, её не будет. Ведь маркетологи видят, игра сама себя не окупает, и от хорошей графики в неё больше играть не будут. Эх, жаль. Ладно, ребята, пишите в комментариях, что вам больше всего понравилось из этого видео. Кому-то может быть Skyrim, а кому-то может быть работа в 3D Max'е. Я почитаю их. Спасибо за просмотр. С вами был ваш Виге. Увидимся на стриме. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok